По итогу 5, и потом на смене сторон снова. Эко 3-5. То есть на... на, я что-то не сказал. Virtus.pro. Virtus.pro сейчас главное. Не отдать эти 5 раундов в самом начале игры. Потому что потом наверстывать это очень и очень тяжело. Ну что, раскидывай в Б. Белый понимает, что это будет выход. Ужидю прием. Перестрелка, задавили с разменом. Продолжается контакт, уже мы видим... Подвальчики, Керриган. Оформил двойное убийство. ТАСС пытается его удивить. Керриган среагировал, но слишком поздно. ТАСС плюс Паша вдвоем. Ну, снова диффузов нету. Особо тут соваться и некуда. Паша Монтит пытается контролить выход из болота. ВП. Но ТСМ и знают. Информацию разворачиваются в сторону точки А. Смещаются. И сейвят, сейвят такие нужные девайсы. Девайсы. 3-0. 3-0. Ждем первого оружейного. Для команды Virtus.pro. Тут, кстати, Дюпри. С ЮМП-шечкой. Да, еще может. Неприятностей доставить польской команде. Дал минус по Паше Бицепсу. Это 3-0. Ну и самое интересное. Справятся ли Virtus.pro? Закуп, понятно, в ноль. При этом Росткид не самый оптимальный. То есть 3 флешки и 3 смоука. На всю команду Virtus.pro у Team Solomit дела получше. При этом у них есть как Снайпер, так и Кэрриган, у которого по-прежнему в руках. ЮМП. Ну, понятно. Убьют тиммейта, подберет калаш. Убьют соперника, подберет эмочку. Ставочка идет именно на это. Паша. На ДЛ против снайпера. Положил. Положил Дюпри. Девайс не успел разменяться. Снакс на ХЛП. Ну, вот тебе и прием. Вот тебе и жесткая оборона от ВП. Двойное убийство. Тут же Нео. Увидел всю эту движуху. ЮМП-шка при этом, кстати, сыграла у команды ДСМ. Кэрриган бежит первый. Нужно хотя бы поставить бомбу. Кэрриган этим сейчас и занимается. Очень далеко. Как-то камера уехала. Но ничего. Размены один в один. Кэрриган последний. С Эмкой. Но, тем не менее, ТАС тут. Сделал все грамотно. Рука не дрогнула в решающую секунду. И это 3-1. 3-1. ТСМ. Ну, закуп еще должен быть, потому что бомбу они ставили уже, получается, 3 раунда подряд. Хотя... Так... Вплотную-вплотную сейчас будет закуп. Да, 1800 остается у Ксипникса. Кэрриган дропает АВП-шечку девайсу. Давайте посмотрим за девайсом. В том раунде он должен был хотя бы отвечать разменам по Паше бицепсу на ДЛ. В итоге АВП вообще никак не сыграло. Что, Виртус Про? Идут, идут. Мы видим работать агрессивно в этот раз. Девайс дал опыт фраг. Ой-ой-ой, Кэрриган. Хорошо вышел. Подловил Снакса. Паша отвечает очень быстрым фрагом. Ошибается Нео. От бомбы пытался отталкиваться поляк. И в итоге погиб. Паша Рейлиный. Он сделал двойное убийство. 12 хп. Белый далеко. Ну что они тут уже? Шоу интуиция. Команды Виртус Про решили просто побегать, поискать, так сказать, своих соперников. Паша чекает А. Мы с вами видим, что выход-то все-таки планируется. В точку А. Под Б никого. Паша, точнее, под Б. Ксипникс туалеты. Каджум в упоре. Девайс длинная. Ну, тут понятный, в принципе, раунд. Особо ВП. И не запаривается. То есть Паша, конечно, надеется на какой-то подарок. На то, что сейчас кто-то выйдет боком. Или все втроем слепые. Но не тут-то было. Да, бомба ставится. Игроки Виртус Про никуда не сдвинулись. Ну и тут уже опция поиска от датчан. Ну, далеко, далеко тут. Ушифтили. Уползли ВП. ТСМ играют надежно. То есть особо от плента далеко не хочется отходить. Мало ли там из банка сейчас какой-нибудь жесткий поляк выбежит. И затащит раунд. Ну и понятно. Играют закрыто. Да, тут Паша спрятался. Глубже уже некуда. Самый край карты. Респаун террористов. Бомба взрывается. И это уже четверочка. Вот. Тяжело будет просто потом ВП делать камбэк, если ТСМ сейчас наберут 5 и больше. Ну и в свою очередь сейчас по финансам. Очень сильно доминирует Тим Соломит. Они постоянно ставят бомбу. У них постоянно хорошие размены. Ну и по итогу мы видим ВП 3Мки, Скаут и Таск с 5-7. Снова небольшая агрессия. Как мы видим. Перестрелку уже. Нашел для себя Керриган. ВП начекали, что врыва за секунду не будет. И возвращаются назад ближе к точке А. Ну а ТСМ особо и не запаривались. Уходят в длину. СНАКС. Ну это подсадка. Уже чуть ли не классическая. Сколько раз мы ее наблюдали. Но основная движуха мы видим сбоку. Нео отъехал. Паша моментально пытается занять его позицию. На отходе отдается СНАКС. Паша. Один. В удержании. Есть уже у него мини-хилл-пап. Керриган погибает. Паша. Хаешка. Прям под попец сидящему Дупри. Хаешка. Хаешка. С Калашом. Таз. Выходит. Интересный. Муфо Таза. Тут его точно не ждут. Есть первая тушка. Второй ксипник. Вот это агрессия. Таз действительно спасает раунд. Для команды Ветус Про. Бомба у него перед носом. Ну и в итоге девайс плюс Дупри. Дупри просто идет. Просто идет и берет бомбу. И уходит. На уверенности отпускает своего соперника Ветус Про. Понятно. Датчане сразу. Ага. Ага. Можно вообще и пойти на Б. При такой ситуации. 9 секунд. Ну что же. Дупри рисковал. Дупри рисковал. Но рассчитал все в итоге грамотно. Плент на месте. Датчане биты. Первый минус. Девайс. Отрезает тазом. Ну что. Белый соло. Есть диффуза. Дыма нету. Флешку накинул. Но там уже поменяли позицию террористы. Ну бомба так стоит, что очень тяжело. То есть. Только дергать. Вот так вот. Дернул Дупри. 1А1. Девайс. АВП. Но берет. Понятное дело. Тэг. Две секунды. Одна секунда. Нет. 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 Не задефьюзишь ты бомбу. Говорит девайс. И выигрывает пятый раунд. Ну то еще мне и говорил. Отдадут Виртус Про пятерку. Дальше будет только хуже. Потому что начинается раунд эко, раунд эко, раунд эко. А сильная половина уже практически на своем экваторе. Шесть раундов позади. Фулл пистолетка для Паши Бицепса и его товарищей. Остается только верить в лучшее. Что агрессия от таза занимает болото. Тут сразу двое в упоре. Нас увидел. Да. Ну никакого ДПСа не было. Дэмэдж он физически нанести не мог с этим П-250. Белый плюс Нео. Позиции хорошие. Но опять-таки не хватает ни арморов, ни девайсов. Ничего нет УВП. Бомба ставится. Паша плюс Накс вдвоем. Они тут щупали потихонечку длину. При этом, кстати, пропустил. Да. Керриган с Накса выходил спиной. Но то это был фармган. Это была ЕМП-шка. Особых плюсов для Рентус Про выбивания девайса не приносит. Смотрим далее. Два в четыре. Ну что? Четыре карты были без интриги, без камбэков, без каких бы то ни было вообще нервов. То есть НИП-ИЗИ убрали команду имьюнити из Австралии. На первой карте ВП уничтожили Тим Соломит. На второй Тим Соломит уничтожили ВП. Ну и вот на третий все идет снова по тому же сценарию. ТСМы уже 6-1. Уже больше, чем лузовый минимум. Ну а Виртус Про нужно что-то менять. Нужно что-то принципиально новое. Давайте посмотрим на графики. По деньгам ТСМ впереди. По урону. Ну так-то на сотку, на сотку больше урона у команды Тим Соломит. Ну понятно, что на лангфиналах будут размены. То есть 5 в 0, 5 в 0 никто выигрывать не сможет чисто физически. И поэтому по ХП вот такая постоянная ситуация. Ну что, снова подсадка. Снова подсадка вот с Наксой компанией. Но бомба-то, бомба-то выходит под Б. Рискованный раунд. Рискованный раунд, но задавили белого. Плен-то пустой. В одного, в одного встречали Виртус Про. В итоге Смог, раскидка. Нео находит Керриган. А очень долго ТСМ понимает, что тут никого нету. Раскинули все. В итоге 4 в 4. Бомба стоит. Девайс. Знаешь, что сверху таз. Таз нашивает. Кусок дула торчал. Дергает. Таз хорошо сверху прикрывает. Девайс не туда смотрит. Залетает размен. В итоге все равно 2 в 2 на карте. Ксипник плюс Дюпри за плентом. ВП. Неужели спасут? Нет диффузов. Молотов. Очень тайминговый. Да, ВП понимает, что их двое. Вроде бы хорошо, но бомба так пищит, что никак раунд не выиграть. Стоит отметить Таза. А в обороне он действительно хелпанул. Хорошо сместился. Занял позицию. Дал 3 фрага. Но этого оказалось недостаточно. Но вот снова. Вроде бы и закуп был у Виртус Про. Но на диффузике. На диффузике-то и не хватает. Сейчас есть 2 набора китов. Ну и соответственно 2 скаута у Виртус Про. То есть тут палка о двух концах. Или куча эмок и все хорошо. Или вот 2 скаута, которые не ваншотят. Если конечно не попал в голову. Смотрим Снакс. Именно он сейчас увидит выход ДЛа. Увидел. Первого, второго начекал. Первый промах. Там же девайсик. Снакс просто просчитал четко. Дали флешку еще до того, как она летела. Он уже наклонился. Подождал. Всего этого мува. Делает размен Снакс. УВП. Действия четкие, но ТСМ пока их переигрывают. Практически в чистую 7-1. Девайсик, кстати, взял вместо АВП калаш. Понимаешь, что придется стреляться в упор. Ну и конечно же тут урона побольше у калаша. Снакс. Под правым углом. Прокида сюда пока никакого не дают ТСМ. Задымили банк. Там пока сидит ТАСС закрытый. Снакс остается один. ТАСС выходит пытается перекрестный огонь хоть какой-то создать. Размен один в один. Снакс. Выбивает бомбу. Ну наконец-то. Наконец-то. Ну неужели? 7-2. Виртус проб. Забирают денег у ТСМ еще на полтора закупа. Этот стопроцентный. А вот дальше будут проблемы. Потому что Дюприка, Джун, Пик, Эриган, Дейгук, Сипникса у четверых игроков от 100 до 250 долларов. В запасе у Нео сохраняется скаут. Ну что же, ТСМ. Снова инициатива в руках датской команды. Потихоньку крадутся под Б базу. Ироки нападения. Но в этот раз тут не одинокий. Белый в этот раз тут три дула. Команды Виртус ПРО. Разменялись флешками. Белый слепой. Слепой выпрыгивал. Ну рискнул. Ну неоправданно, я бы так сказал. Рискнул. Тем не менее, вот так же отдаётся Дюпри. Просто в дым выходил. Без информации. Вообще без понятия, что делать, куда смотреть. И остаются к Сипникс плюс Девайс. Ну что. Вперёд к 8-7. Виртус ПРО в первой половине ещё могут побороться. Подсадочка, Девайс. Чекает токсик. Но на токсике никого. То есть Чикс никого. Будет сидеть ждать. Всё, 30 секунд ждём. Кто-то должен прийти на бочки. Ну нет, всё. В закрытую всё стоит. Очень, очень надёжно у Виртус ПРО. Есть флешечка. Ну я жду камбэка. Наконец-то хоть какой-то борьбы раунд в раунд. Интрига какой-то. Разворота-переворота. По ситуации. Ну и вот ВП. Берут два подряд. Экономика подбита у Тим Соломид. Но ещё на один раунд дропчик будет. Купи Девайс. Три калаша минимум. Ну и там в зависимости от возможностей. Все остальные скорее всего Тег Найн плюс Раскид. Третья решающая катка. Группа Б. Финалы Фейса и Дивизиона. Оверпас. На наших с вами экранах. Да. Три калаша. Два Тега. Всё дефолтно. Полный Раскид у команды ТСМ. И уже наконец-то появляется АВП. В руках у Виртус Про. Вот 10 раундов позади. У них наконец-то появляется АВП. Бомба лежит. Нео такой. Ой, пацаны. А там под трубами бомба была. Даёт расклад, что фулл врыва фастового не будет. Да и в принципе там на шарах уже. Нео. Снакс на шарах. В принципе прочекали всю эту расстановку. ВП. Но ТСМ читают. Виртус Про. Понимаем, что испалили. Возможно даже специально положили туда бомбу. Но это конечно... Этого мы не узнаем. Ну возможно даже и так. Снакс. Слышь же туалеты. ВП должны смещаться. Пока что тут только два игрока. Снакс под флешку. Вышел. Увидел девайса. Перестрелка. Снакс здесь. Молотов. Отдаёт его Паша. Возвращается назад. Понимаешь, что сейчас могут просто выйти в плент. На... На геп. Просто выбежать в плент ТСМ. Флешка Паша полуслепой. Но реагирует хорошо на Керригана. Молотов. Ещё не Молотов. Ну всё. Это выход 2. Хелпа есть. У команды Виртус Про. ТАС уже на позиции. А там у нас отворот-поворот. ТИМ Соломит. Двойной обман. Заготовка. Заготовка. Сработала максимально. Обманули команду Виртус Про. Раскачали. Заставили поляков бегать от плента к пленту. А тут уже стоит бомба. 4 в 4. Толком разменов не было. Пакет на месте. Дюпри погибает. Дымом отгородились ВП. Дюпри думал, что спину смотрят. А там никого не было. В итоге очень удачный ретейк плента получается от команды Виртус Про. Девайс последний. Ну и только с одним. Он справился. А тут обычный 5-секундный дефьюз от Тазер. Вот уже 3 раунда подряд досталось команде Виртус Про. И вот оно первое эко для Тим Соломит. Нет. ТСМ и Форс Бай. Форс Бай. Ну все хуже и хуже, конечно. Положение у ТСМ. Калаш, Галил, 2 тека и П-250. Рукаху дюприим. Выход под Б. Виртус Про. Могут. Могут закончить 8-7 эту половину. Все равно, конечно, уже много отдали. Но там, глядишь, пистолетка и пойдет-пойдет. Главное сейчас на ровном месте не отдаться. Раскидка. Таз понимает, что будет выход хороших. И это прием от Таза. Минус 1, минус 2. Третий на очереди выпрыгивает. Бодренько дюпри. Поддались тут, конечно. ТСМ на этот поджим Таза. То есть еще после первого минуса можно было хотя бы попытаться нашить смог. Но они бежали и верили до последнего. Бомба выпала под Б. Тут же Девайс подобрал. Калашик. Опасная игра от Паши Бицепса. Снахс был еще далековато. Могла остаться ситуация один в один. Но все-таки рука не дрогнула. Стрельба не подвела польского Аймера. И вот уже 7-5. Четыре раунда. Ну все. Тут уже форситься не получится. Просто пистолеты и броня. В руках у команды ТСМ и какой-то быстрый раунд. Мы видим попытку выйти, судя по всему, через туннель. На приеме Снахс и Бицепс. Раскидка Снахс. Возвращается назад. Паша начекал длину. Ну, минус на самом деле по ХП. Получился-то разменчик. Тем не менее, собрал информацию. Тут же Снахс услышал движуху Пепси у себя под носом. Прибегает хелпа Каджумб. Забрал одного из игроков ЭП. Но Снахс не прощает таких выходов. Есть даблкил Каджумб плюс девайс Рейвены. Но они сдаются. 2 в 2. 7 и 6 ХП. Попытался выйти в упор Каджумб. Просто занять мусорку и на халяву дать размен. Не вышло. Ну и тут девайс, конечно, здраво наценивает свои шансы на этот раунд. Бомба лежит по центру плента. Там уже АВП пришло на хелпу. У него в руках засейвленная эмочка. Поэтому нужно просто бежать. Как можно дальше и куда глаза глядят. Ну и при этом он не очень-то и сейвит. Пытается подловить снайпера. Вот тут Нео. Против него. Но Нео смотрит не туда. Девайс слышал, кстати. Топнул Нео. Но он выходит под А. Возможно, я не слышал. 9 секунд. Ой, сейчас бы выйти поставить, наверное, думает девайсик. 5 секунд. Не успел. Ну, 2 секунды не успел Девайс, чтобы поставить нельзя бомбу. В итоге выпил АВП. Ну, белый что, успеет? Нет. Выложился на максимум со своим ХП. Практически поставил бомбу и лишил ВП денежек. Да, Нео вынужден закупаться в ноль. Второе ВП появляется у Снакса. А вот это интересно. Очень сильно рискуют поляки. Остаться там с Фамасами. В лучшем случае на последний раунд они могут. Там-то у нас ТСМ играли Эко. Там будут... Сейчас калаши. Выход планируется. Да, под Пашу Бицепса. Он дает великолепное двойное убийство. Кэджум, наверное, не понял, как умер. Паша дает сразу двоих. Керриган размен. Ну, фаст выход. Фаст выход. Сейчас Тим Соломит. Они это понимают. Они это делают. Но уже тут Нео. ТСМ были быстры. Но не настолько. Ну, хоть разворачивайся, уходи. На самом деле, Нео. Ой, странно, не попал. Вроде бы прицел был на модельке. Нео. Ошибка серьезная. У Снайпера Виртуз Про. Ситуация Т2 в 2 тем временем. Хороший тайминг. Ловит Тасс. Не был готов к Сипниксу к перестрелке. Ну и Тасс продолжает тащить. Он, кстати, фраг-лидер. Вообще, на протяжении всего оверпасса он хорошо стабильно дает размены. Для своей команды. 17-8 статистика у него. Ну и вот он, последний раунд, как мы видим. Начали ТСМ, а заканчивают Виртуз Про. Кому же достанется минимальное преимущество? Сейчас увидим. Снакс Нео, понятно. На 2 АВП. Денежки есть. На этот раунд. А больше и не нужно. Снакс в туннеле. Вот тут явно АВП не ждут. Снакс начекал. А вот это уже неприятно, потому что сверху террористы. Снакс своей аркадой сам себя загнал. Ну, хоть в двери убегай на самом деле. Снакс отворачивается от флешки, но... Не было плана Бен. Не было плана эвакуации. Начекал снизу туннель игроков. Сверху было уже трое. В итоге по одному умирает Виртуз Про. Абсолютно безответные фраги. Втроем Таз, Нео и Паша Бицепс. 8 раундов в атаке. Это очень много будет. Как бы это не было слишком много. Девайсик подобрал АВП. Такой, спасибо. Спасибо за поджим. Заберу я твой. Снайперскую винтовку. Ксибникс. Ну, тут уже пошли. ВП прекрасно, видимо. Поняли, что раунд им не выиграть. На дефолте решили просто продолжать аркадить. Ни к чему это хорошему не приводит. Таз последний. Конечно, он жесткий. Мы это видим. Он дает очень уверенный первый минус по Керригану. Но еще четверых нужно убить. Против него АВП. Есть инфа. По Ксибниксу. Но Девайс не прощает такие ситуации. В итоге счет первой половины. 8-7. Ну и команда Тим Соломит очень-очень продуктивно заканчивает атаку. Сказать, конечно, нечего. Третья решающая карта. Мираж Инферно за плечами. Проигравшие падают в пару к Нави. Эта битва тоже состоится сегодня. Так что... Селенки нужно приберечь. И Вертус Про или ТСМ. Скорее всего, все-таки ВП. Они будут нападать. Хотя, возможно, у поляков сейчас будет и атака. На высочайшем уровне. Ну, а у нас начинается вторая половина. Социальные сети. Кс, СЛТВ. Заходите. ВКонтакт, Твиттер, Ютуб. Везде-везде доступны. По одной ссылке. Также, конечно, Фейсбук. Смотрим. Пистолеты. Оп. Купили Диффузак. Купили Диффузак. Зипникс. Такой надежный парень. Ну, а раунд будет, судя по всему, под Б. Да, начинается раскидка. Я бы с Диффузами так далеко не ходил на его месте. Он все начекал, все услышал. Есть Смоук. А там уже ВП на пленте. Пошла перестрелка. С короткой выйти не могут. Тем не менее, бомбу поставили. Хорошо, что с Наксами нам был с бомбой. И 5-5 ситуация. Торопиться некуда ТСМ, потому что приобрели Диффуза. Отойдут и будут Диффузить, судя по всему. ВП просто отдают. И бомба-то еще стоит. Кривенько. Только под короткую поставил бомбу. Три секунды. ВП не знает, что там Диффуза. И это... Раунд для Дэччан. Виртус Пром. Так четко вышли, но... Поставили бомбу и слишком глубоко сместились назад. Да, только я посмотрел на эти Диффуза. Только подумал, не зря он, наверное, их купил. Так и получилось. ТСМ вообще без единого фармгана. 4 Фомаса М-ка, броня, раскид. Сразу взяли по максимуму. Ну а Виртус Пром делает, в принципе, читаемый мув. Покупают пистолеты без брони, чтобы закупиться в третьем. И далеко не отпустить команду Тим Соло Мид. По экономике, конечно. ВП. Выход. 2. Планируется, ну... В Диффузе отстоялись не очень. Виртус Пром. Если атака также будет хромать, то, скорее всего, ТСМ выйдут дальше. А у ВП сегодня жаркий вечерок. Ну что же, Дюприм. В упоре СМ-ка и бомба, тем не менее, возвращается в центр карты. Возможно, это будет все-таки стяжка под Б. Тут на приеме Микситникс. Очень тайминговый дым. Вот прям супер тайминговый. Таз подходит. Оп, пацаны. Разворачиваемся. Делов тут не получится сделать. Вот Паша. Один остался на длине. Докрывающим, разводящим. Ждет ошибки. Открывается. Один в три. Ну, главное, жить. Нет, то очень быстро. Дюприм его. Разменивает Кзипникс. Хаешка. Какие тайминги ловит Кзипникс? Вот прям... То, что нужно делать в раунде. В итоге, без потерь ТСМ отрабатывают это ЭКО. Ну, и Виртуз Про нужно брать. Да, вот они, калаши. ТСМ знают. Ну, М-ки покупать смысла нет. То есть, никто не умирал. Также 4 ФАМАСа в руках у датского коллектива. 10-7. Ну, и вот закуп Виртуз Про. Если проигрывают, уже 12-7. Ну, не критично, но уже довольно больно. СНАКС на фонтане. Чекает туалеты прыжком. Пытается играть на информацию как можно более надежно. Но никого не увидел. ТСМ поджали немножечко в этом раунде. Вот он. Керриган ошибка, но быстро разменялся. Кзипникс. Каджум. Каджумчик сделал все четко. Мне придрался просто к команде Тим Соломи. Ту Дифонс отработан до мелочей. И Нео вот увидел. Он увидел этого игрока. Но стрелять, конечно, смысла не было. Бомба на шарах. Ее, по-моему, не видели ТСМ. Девайс. Но его видели, что он уходит. Но куда он уходит? Направо, налево. В респаун террористов. На спуск. Понятно, не знали Виртуз Про. Поэтому вот так Паша и отдался. На ровном месте. Остается последний Нео. Нашел все-таки. Не зря он его увидел. Штурфанул Девайса. Не ожидал в упоре, что Кзипникс уже так близко подшифтил. В итоге это снова раунд для команды Тим Соломид. И закуп на третьем он хорош. Но не очень хорош, потому что за ним снова Эко. Заявочка на 12-7. ТСМ. Отдав чистую Мираж первой картой. Сейчас уже готов выигрывать серию. Смотрим, что придумают ВП. В первых трех раундах. Ну, не очень все выглядело. То есть тут 3, 4, 5. Выживало очень много игроков ТСМ. Дюпри рассматривает Эмку. Кстати, слышал шаги в туалетах. Изи. Изи, Павел. Только что было на наших с вами экранах. Ну что, это выход по Девайс. Промахивается. Это очень хорошо для команды Virtus.pro. Да, ТАС просто вышел, задавил. Но это был единичный успех, потому что все остальные умирают. Ну, убили двоих. А ВП, понятное дело, сейвится командой ТСМ. 12-7. Ну и все, походу. Закуп каждый раунд пошел для Virtus.pro. Если ТСМ продолжил в том же духе, то где-то 16-10 можно эту карту и заканчивать. ВП. Ничего. Из ряда вон выходящего и экстраординарного пока не придумали. Девайс. Белый Аркадийл спуск с ВП. Тодраунд слили ВП в ноль. Сейчас чуть-чуть ту же ошибку не совершает Девайс. Но это все цветочки, потому что ягодки происходили под точкой Б. Тут есть сразу два фрага по Сипниксу и Кейргану. ВП сейчас очень нужный раунд. Могут забрать. Бомба ставится. Все игроки на дуэли. Что это? Уже сейвить идут? Походу дело, да, тут такой. Эскадра. Эскадра команды ТСМ по сохранению Девайсов. Но тут Паша бицепс. Все шифтят. Но Паша чувствует опасность. Видит АВП. Нет туда смотрел Дюпри. Паша знает, что за АВП пойдут, поэтому давит до последнего. Тут же Девайс. А, это было не АВП. Завтыкал, значит, игрок команды ТСМ. Он даже не перевел. Прицел на Пашу. Вон он. Снайпер Девайсик. Бомба взрывается. Перестрелка горит, горит. Девайс. Но от этого хуже не попадает. Потеряли практически все свои калаши ВП. Из-за этого они сейчас закупятся в ноль. Ну, спорное было решение. Ну, хотели выбить АВП с одной стороны. С другой стороны потеряли свои. АКМчики. Ну, и вот он второй снайпер. Вот ТСМ. 12-8 у нас с тем временем. Ну, раунд за два для Virtus.pro. Или 14-8. Все приятно. Удачам. Или для Диши 12-10. То есть вот. Чуть ли вообще не ключевой раунд. Катки к Сипникс. Не контрится. Там не контрисок Сипникс на точке Б. С маленькой трубы можно даже не выходить. Тут дымы, ХАЕшки, прием. Все, конечно, хорошо у него получается. Нео с бомбой просто в районе респауна ждет ошибки. Скорее всего, видел, что пробежал вправо. Снайпер. Это Керриган. Ну, выходить, понятно, он отсюда не будет. Странные тут руки какие-то, конечно. Ну, ладно. Смотрим далее. 3 в 5 на карте. Снакс на и аутас. Паша Бицепс. Уже погибает. От рук девайса. Это будет выход 2. Причем читаемый. То есть их тут ждут. Virtus.pro. Ну, а далее слишком много. Начало было полностью. Этой катки продиктована командой Team Solomid. Ну, и вот теперь во второй половине пытаются наверствовать упущенное АВП. Но, как мы видим, очень тяжело им даются эти разыгровки атаки. Дюбриза плентом. Все, прошел раскид. В упоре игрок. Хорошо. Неос, префаера, может, выпрыгнул. Бодренько. Еще одна пачка. Virtus.pro. Ошибается серьезно. Хеджум куда-то вообще полез. Непонятно. Бомба стоит. Ксипникс плюс Керриган. Ксипникс есть минус. Два в два. И снова полез куда-то игрок. Прям идут и умирают. Идут и умирают. ТСМ Керриган говорит. Вы, конечно, молодцы. Но я, пожалуй, АВП подсейвлю. Что, Керриган убегает. 12-9. Ну, прекрасно. Осознают датчане, что и как сейчас на карте. Что денег снова будет в упор. Ну, и преимущество, конечно, по-прежнему сохраняется именно для команды Team Solo Mid. По урону команды шли вровень первую половину. На смене ТСМ мы перехватили преимущество в дэмэдже. По финансам вот график, конечно, отличается разительно. Ну, что, снова закуп. Снова закуп у датчан. Там те же калаши. Тот же бай в ноль. Кроме таза. У него 3-500. Одному ему будет сложно переворачивать. Эту катку. Ну, что же. Это будет фу-ла. Фу-ла, причем очень быстрый выход. Керриган с фамасом горит. Эй-ей. Уверенный, уверенный выход от Virtus.pro. Керриган, проблема. Экзипникс. Есть размен. Экзипникс. Играет. Выше всяких похвал, конечно, сейчас в удержании точки. Но бомбу поставили. 5-4. Залетает пачка от Паши. Керриган Рейлины. Пытается просто не подпустить в упор хотя бы соперников. Ну, тут же белый. Включается в борьбу. Паша. Подкрайщик дыма настреливает. Дает еще один размен. В итоге залетают ответные два фрага. От ТСМ. Но тут Таз и Нео. Да, Таз увидел. Нео под плентом. Ну, Кэджум между двух огней. Да. И справа, и слева соперники. Бомба пищит. Что дело непонятно в такой ситуации. И Virtus.pro все-таки камбетчат. А вот это уже интересно. А вот это уже действительно борьба. Там 12-10 и экономическая разыгровка от команды Team Solomid. ВП сегодня с Na'Vi играть не собирается. Возможно, уже классический матч ТСМ Na'Vi нас ждет. Но загадывать рано. Все равно преимущество по стороне у ТСМ. Хороший выпад от Юпри. Это заготовленная пистолетка. Но очень долго убивали на самом деле Таза. Там уже атака разменялась. Плюс одного погибаю. Да. Хороший стак. Хорошая задумка. Но вот тут аимчика не хватило. Вышли вдвоем. Давили. Толку нет. Третья решающая карта. И команда Virtus.pro наступает на пятки Team SoloMid. Которые делают фулл закуп. А ВП без брони в руках у девайс. Что, ТСМчики? Четыре подряд, между прочим, слили. ВП все-таки демонстрирует очень серьезный настрой на эту катку. Кэрриган. Ну, тут нечитаемая позиция. То есть, прошел мимо него игрок. Кэрриган. Он тоже ничего не знает. Опачки. Под флешку. Ну, наверное, случайный был флеш. То есть, скорее на трубу. На пацана, который прошел мимо. Но получилось все удачно. Тем не менее, основной-то раунд у нас будет. Вот точка я. Начинается экшен. Дюбри погибает. Кэджум горит в молотове. Аркадий до последнего видит первого-второго. А има что-то в этом раунде явно не хватает. ТСМ. И это будет ничья. Это будет ничья. При этом, следующий раунд эко для датчан. Семикс. Ну, все. Это сейв. Это вот. Постою скромненько в углу. Так, ставит паузу. Тайм-аут, пишет Керриган. Что-то пошло не так, ребята. Мы же так уверенно доминировали. А тут вот пять раундов уступили. Нужно тут ТСМ поговорить о насущном. Ну и вот со счета 12-12. Катка продолжится. А действительно, оверпасс по-настоящему стал решающим в паре команд ТСМ Виртус ПРО. А пока пауза. Подписывайтесь, подписывайтесь. Подписывайтесь, конечно, на паблик. Ссылочка снизу экрана. Ждем. К чему приведут эти тайм-ауты. В принципе, с одной стороны ТСМ обсудят. Но как бы Виртус ПРО тоже. Кляп вроде никто вставлять не собирается. У них камбэк. У них плюс мораль. Немного собьют, конечно, темп игры сейчас. Тим Соломит своим соперником. Но у них принципиальное решение сейчас, в принципе. Делать форсбай или делать эко. Сейвови делать эко. Но потом уже выйду вперед в Виртус ПРО. А у них-то денег много. А Виртус ПРО-то сделали стрик с бомбами. Поэтому или очень жесткую заготовку на пистолетах. Что, скорее всего, мы увидим. То есть пистолеты и какой-то супервыход куда-то от ТСМ. Или Дюпри покупает ФАМАС. Ну, удачи, пацаны. Так, Тим Ток пока повлиял на девайса и Дюпри. И им два закупились, трое еще в раздумьях. Да, он паус у девайса. Очень короткая, кстати, была передышка для коллективов. Ну что же. Потный, потный пот. Наконец-то пришел на оверпассе. Скаут. Четыре ФАМАСа. Против фулл-закупа, но без АВП. Хотя деньги есть, но транжирить финансы, конечно, не очень хочется. Команде Виртуз Про. Давайте смотреть, что. Что это будет? Это будет поджим. Давайте смотреть. А после рау, Типникс. Под флешку раскид, выходит болото. Там никого. Информация есть. Давайте смотреть. Кэджум. Не попал. Ох, как его в прыжке. Три дула Виртуз Про сейчас контролили Кэджумба. В итоге есть первый минус для АВП. ТСМ. Пока мансят, пока мансят. Аркада была, в принципе, неплохой. У них очень много информации. Но, тем не менее, было бы это АВП, было бы попроще. Но все-таки это был скаут. Виртуз Про тоже не торопятся. Знают, что Тим Ток, ТСМ не зря делали. Что там какие-то нашифровки. Где-то за каждым углом уже ищут подставу. И смещается все-таки в район Б. Хорошее решение от Виртуз Про. Девайс увидел. Девайс увидел. Филпы почему-то нет. Девайс увидел уже бомбу. Все, бежим. Бежим как можно быстрее. Виртуза понимает, что испалили, но выходят. Хотя 40 секунд могли развернуться. Смотрим за раундом. Есть молотовый девайс под плентом. 18 кп снакс. Бомба ставится в дымах. Перестрелка. Паша бицепс. Вот это раздача. На пару с белым останавливают. Мы видим ретейк плента. Девайс один. И Тим Ток прошел зря. Как оказалось, Виртуз Про сделали все четко. Ну тут немного не повезло. Информация была. Был скаут. Скаут не попал. Решил еще немного попрыгать. Но ВП такое не отдают. Очередные Фамасы. Очередные Фамасы. Вот такой вот стрик получился. Виртуз Про. Шесть раундов подряд. То же самое, кстати, я вижу сейчас в раунде. Те же флешки. Те же смоки. Сипникс. Он на том же болоте в раунде. Поджим туннеля. Все. Понимает, что ВП снова выходит в длину. ТСМ. Дюпри принимает решение давить до конца спину. Тут перемудрили. Перемудрили, по-моему, ТСМ с этим раундом. Ну, ВП, конечно, тоже ни сном ни духом. ТСМ успевает. Да, успевает вернуться. Ну, снова опенфраг. По нему вот он. Грустный. Грустный датский игрок. Выход. Практически пустое А. Нео перестреливает к Зипниксам. Возможность стоило сделать Эко, а не два Форс Бая. Ну, конечно, задним умом все хороши. Керриган сказал закупаться. Значит, надо закупаться. При этом он остается последний. Один пять. И его уничтожает. Без шансов команда Virtus.pro. Подобрали. Подобрали ключик. Нашли верный подход к обороне ТСМ сейчас Virtus. А тут уже четырнадцатый. То есть и хочется сделать Эко. И нужно закупиться. В итоге пистолеты. Два армора у команды Team Solo Mid. Ну, я думаю, ВП тоже. Два плюс два в уме сложить могут. То есть два Форс Бая на кону пятнадцатый. И понятно, там пистолеты. И вера в лучшее. ТАЗ сдал аркады. Хороший молотов. Но ТСМ немного поменяли. Мы видим задумку в раунде. Расстановка, в принципе, та же. Но поджим не полный. Не до конца выходили ТСМ. Поляки очень, очень осторожно открываются. Вот они буквально с фонтана начинают раскид, чтобы их нигде на халяву не пострелили. Бомба далеко. Бомба не палится. При любых ситуациях. Поляки верят, что они уже могут. И, в принципе, все у них получается. Но вот Девайс. Очень красиво. Очень красиво убил. А, поменялись они, кстати, позициями. С Каджумба. Что-то говорят, ты там два раза умер в важных раундах. Давай-ка туда дядя Девайс ходит. Ну, в итоге обманывают своих соперников снова Виртус Про. ТСМ не хватает какой-то мобильности. То есть, оп-то, они очень... С натугой с такой бегут на хилпу. Ну, сейчас побыстрее. Сидникса не начекали. Но толку с того, что он здесь сидел, как бы тоже не особо. Если только по ушам пройдется, но закрывается смоком команды Виртус Про. Сидникс одной флешкой. Аркадий выбил бомбу. Хорошо. Но это была уже лебединая песня. Девайс последний в туалетах. И Виртуса все-таки сделали камбэк. Вопреки коэффициенту, вопреки ожиданиям, что ТСМ супер жесткий, Виртус Про на ландфиналах, как известно, очень хорошо могут собраться. Команда борется до последнего. И вот две бомбы, пару форсбаев, Тим Ток, еще пару форсбаев. И ТСМ уже отдали пятнадцатый. Девайсик. Остается в туннеле. Виртуса зарабатывают матч-поинт. Напоминаю, что это третья решающая карта. Оверпасс. Ну и по идее, обе команды ее играют отлично. Довольно интересно, кстати, поменялось манера игры. Если раньше Диффенс набирал очень много, теперь вот 50 на 50. Ну и вот тут уже даже атака начала доминировать в исполнении Виртус Про. Паша хвалит Девайса. Говорит, что Диггл на длине заехал. Еще он так по плечу потом небось похлопает. Молодцы, молодцы пацаны. Игра хорошая. Вперед к Нави. Ну а мы отдыхать. Ладно. Фулбэ такие с бомбой наперевес. Бегут. Бегут просто ломать. Сейчас Виртус Про лица крошить. Датчан. Хорошая серия фрагов. Девайс пытается огрызаться сверху. Ситуация 3 в 4. Каджум. Ой-ой-ой. Он уже отходил, но попал. По Нео бомба ставится. Флешки сверху. Погибает Дюбри. 2 в 3. Бомба не стоит. Но Каджум последний. Каджумбик. Подгорел. И шашлычки. Шашлычки на ужин. Будет кушать команда Виртус Про. А у Тим Соломит ужина не будет. Вместо ужина катка против Нави. Которая начнется, наверное, через часика пол. Я так подозреваю. Виртус Про великолепный камбэк. Стоит отдать должное. Оверпасс они... Ух, откусили, отгрызли просто зубами у команды Тим Соломит. Которая в атаке набрала целых 7 раундов.